Привет, красавцы и красавицы! Это я, Романович, и мы с вами находимся в декабре. Я сказал себе, что этот ролик именно должен выйти в 2021 году, тем более, что вы просили JBL Partybox 110 против JBL Partybox 100. Это на самом деле величайший вопрос, что брать? Стоит ли переплачивать за Partybox 110 и настолько ли он изменился по звуку? Это самый главный интересующий вопрос, потому что зачастую на все остальное людям пофигу. Ну и второй вопрос, который, наверное, многих интересует владельцев Partybox 100. Стоит ли заморачиваться? Стоит ли овчинка выделки, чтобы продавать свой, добавлять денег и покупать что-то свежее и новое? В этом ролике я постараюсь ответить на этот вопрос. Самое главное, что я интригу оставил лично и для себя. До сих пор я не тестил и не сравнивал их. Сегодня вместе с вами мы сделаем это впервые. И есть такое желание, что если до конца не будет понятно, что здесь, на этой траве, 16 декабря, кто победил, то еще сделаем пару тестов дома, чтобы понять, как раскачивают они в помещении. Погнали! Цифрам на самом деле долго внимания я не хочу уделять, но по ним важно пройтись, потому что некоторые изменения именно здесь еще чисто в цифрах закопаны. Что касается мощности, здесь все одинаково, никакой разницы нет. 160 ватт здесь, 160 ватт там. По поводу динамиков, 4 динамика здесь, 2 блинчика низкочастотных и 2 маленьких печалочки твиттера. И абсолютно то же самое было и в пати-боксе с сотом. Вот-вот абсолютно никакой разницы нет. Что касается амплитудки, вот здесь вот опять же мы с вами натыкаемся на то, что типа... А, блять, собственно говоря, где изменения? Потому что 45 Гц нижний порог у 110-й и то же самое было у нас и у сотки. 45 Гц нижний порог, 20 кГц верхний порог. То есть пока вот в данный момент мы двигаемся и понимаем, что типа... А не зря у людей возникают вопросы. Защита IPX4 у 110-ки появилась, в то время как у сотки абсолютно нет никакой защиты. И самое главное, что сотка уязвима настолько, что у нее нет даже элементарной закрывашки. Хотя бы просто какой-то кусок резины нашили бы, чтобы туда ничего не загоняло. Потому что просто какая-то вот морость. Вот сегодня такая морость была. Все, эту колонку эксплуатировать на улице нежелательно, потому что у нее все разъемы открыты. Да, понятное дело, что можно, но уже, скажем, небезопасно. Слушаю. Здравствуйте, вам одобрен кредит. Да, слушаю. Раз вам кредит не нужен, может, хотите массаж спины? У вас как раз в городе новая клиника открылась. От этого всего я уже давно перебрался в месседжере. А если с кем-то нужно созвониться, то предпочитаю заранее договориться, чтобы было без каких-либо сюрпризов. Потому что в наше время, в век, когда машины запускают в космос, внезапные звонки расцениваются точно как личное вторжение. Но игнорировать входящие вызовы я себе не могу позволить, потому что на том конце провода может быть какой-нибудь очередной курьер, который привез ништяки для обзора. Кто там? Да никто! Поэтому, чтобы лишний раз не тратить время на спам и не пытаться угадать, кто хочет с тобой сейчас пообщаться, я установил приложение Касперский Who Calls. Что я в итоге получил? Автоматическое определение неизвестных номеров. Я быстро и легко узнаю, кто звонит мне с незнакомого номера, включая даже название компании. В случае с Android есть еще возможность узнать адрес, категорию и сведения о репутации компании. Также любой пользователь может помочь расширить базу нежелательных номеров, загрузив их в облако, чтобы вы и все остальные могли автоматически блокировать звонки с мошеннических номеров и спам. Важно! Вы можете быть спокойны за свой список контактов. Касперский Who Calls никогда не публикует и не индексирует личные данные пользователей. Скачивай Касперский Who Calls по ссылке в описании и будь уверенный в следующем входящем. По интерфейсам. Здесь на самом деле никакой разницы нет. Можно было подключить в предыдущем поколении микрофон и гитару. И то же самое здесь перекочевало в 110-ку. Ну то есть вот пока в данный момент никакой разницы я не вижу. И плюс самое главное, что в предыдущем поколении можно было отрегулировать микрофон и гитару. И здесь то же самое сохранилось. Был выход AUX и был вход AUX. Здесь абсолютно то же самое. Ну и конечно же вход под флешку и плюс зарядка ваших девайсов. Все по-прежнему. Что касается уже элементов управления. Здесь конечно переработали знатно. Она вообще дик сильно изменилась сверху. А у нее теперь такие тумблеры у 110-ки современные новые. Ну а на пати-боксе 100-ом, типа как 0-я было и на пати-боксе 300. Такие минималистичные клавиши. Не сказал бы, что это неудобно. Это в принципе вполне нормально. Легко мы как-то с этим делом управлялись. Но стало в свежем поколении. В 110-ом все это дело поинтереснее. Как-то покомпактнее. И плюс несколько что ли функциональнее. Потому что если ты раньше подходил и тебе надо было эту подсветку клавишу постоянно натыкивать. То здесь ты спокойно рычажочком эту подсветочку раз и сделал то, что тебе нужно. Надо выключить. Ты нажал сверху и все это дело вырубил. Ну и точно так же регулировка громкости. Как мне кажется, нам более привычно именно вот такими вот рычажками. Нежели эта вот качелька громкости силиконовая. Мне лично было не очень удобно. Пати-буст перекочевал из этого поколения в это. Но немного модернизировался. И теперь, когда ты хочешь что-то подусилить, у тебя не происходит вот этой вот непонятной паузы. Такое, знаете, вот он прям отрезает эта пауза ваш трек. Здесь более мягко происходит. То есть ты вонзил это и тебе тут же сразу эти эффекты применили. Здесь же была пауза. Но она была и на трехсотке. А в принципе, так или иначе, база у сотки она очень похожа с трехсоткой. Ну и подсветка. А вот это вот на самом деле серьезно. Не знаю, насколько вам сейчас в данный момент, блин, при таком освещении будет видно. Но переработали ее конкретно на сто десятки. И здесь, ну бесполезно отрицать, что симпатичнее стала выглядеть новая пати-бокс. Здесь прям гораздо интереснее и веселее все по подсветке. И самое главное, что еще благодаря приложению пати-бокс, а оно эксклюзивно пока в данный момент на трехсот десятки, на сто десятки и на семьсот десятки. Благодаря этому приложению можно вообще очень круто поиграться с подсветкой и конкретно устроить вечеринку. Здесь же на сотке реально подсветка, ну такая, знаете, подуставшая. Опа! Портативность. Портативность. Здесь вес остался плюс-минус одинаковый. То есть какого-то дискомфорта я не чувствую, что типа там сотка весила больше, а сто десятый стал легче. Нет, абсолютно одинаковая портативность, но опять же вот так вот по ощущениям. Единственный важный момент, что ручка стала гораздо удобнее именно на сто десятки, потому что здесь она в предыдущем поколении, ну вот прям конкретно врезается в руку. Влияет это, конечно, на транспортабельность. Ну и также по-прежнему, что старую, что новую можно спокойно куда-то отнести, в отличие от более старших собратьев пати-боксу. Мне нравится, как реализованы в новом поколении ножки прорезиненные. Они более явные. И то есть теперь пати-бокс сто десятый, вот его официально можно сказать, что он эксплуатируется не только вот в таком положении. Его можно спокойно вот так вот поставить и никуда он не денется. Ну и что ту, что ту, можно спокойно зацепить на штатив. Благо такие вещи у них предусмотрены. Вот это вот отрадно. Короче, итог по поводу внешки, портативности и функциональности такой. Ты два года назад взял щеночка пати-бокса сотого, а он за два года таким стал матером, окрепчал и превратился в пати-бокс сто десять. То есть он такой теперь более взбитый, симпатичный, ну и уже выглядит как настоящая собака. Ну то есть типа если вот такие вот аллегории проводить. Короче, сто десять мне нравится в данный момент, как выглядит внешне. Гораздо, конечно, больше, чем сотые. Но мы с вами здесь пришли в первую очередь все-таки за звуком. Поэтому сейчас мы перейдем к звуку. Единственное, что я еще не сказал, это аккумулятор. Вот это вот самое интересное. Вы же помните историю, когда на пати-боксе сотом написали 2500 мАч еще в то время. И люди многие охерели. Понятно, что это был вольтаж 14,4, по-моему, да? Следовательно, эти надо... 2500 мАч надо было умножать. Значит, 29 990 рублей залетает. Сто десятка в этом году на наш рынок. Уже в данный момент ее можно взять примерно где-то за 1025. Перед Новым годом есть всякие разные активности интересные. Ссылку в описании оставлю, где по такой цене она продается. Вдруг вы успеете. А сотка, она же начиналась с 13, с 14, с 15 тысяч рублей примерно. Все ее в то время так набирали. А потом она резко подскакивает до 20 тысяч рублей. И я вам скажу больше. Сейчас, в данный момент, ее официальная цена в России, где еще осталось каких-то магазинов, это 25 тысяч рублей. 20, мать его, 5 тысяч рублей? Вы что, ебаные? Чтоб каждый день был новый город, Хотеть вернуться вновь туда. Найти хоть самый веский повод, Свой ток пустить сквозь провода. Преподрочится на космос, Отключу его в полноте, Загнутся, махнутся, донос. Много, много мыслями пёсами друг другу кричать, Дорогой, скромопотеками птицей встать. Школьники сдали свой экзамен. С первым сентября поздравил маленькую. Знает ужас, он давно не маленький. Иногда веду себя не правильно. Но ее понимание. Алтогор, молокор, кипит или полные helt گой, Саново, темит, железрени жертвы, Орест и ничто. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Эстрадная колонка, как ее можно назвать, клубный вариант, тусовочный вариант, что-то вот такого вот плана, то есть у нее такой сабвуферный звук. Чем-то мне напоминает такое ощущение, что я к своему другу сел в тачку, а он недавно купил сабвуфер свежий, он решил показать мне на максимум возможность. Вы знаете, что такое басы? Да, у него более, как мне кажется, глубокий звук у пати-бокса 110-го. И плюс также вот он прям окутывает этим басом, глубоко берет. Но нужно ли оно вам? Вот это вот самый главный вопрос. Да, понятно, что костяк композиции, где конкретно используется что-нибудь такое прям с низами, бочечка какая-нибудь, да, конечно, такие раскачиваются хорошо. Но за счет вот этой вот бочкообразности, здесь в звуке присутствует эта бочкообразность, теряется вокал, теряется все остальное, как мне показалось. И на самом деле только на контрасте ты понимаешь, что 100-соточка обычная, к ней можно предъявлять какие-то претензии в плане там дизайна, материалов, что она устарела в плане управления, в плане подсветки. Но мотиву знаете, в чем она не устарела? Здесь все в порядке с серединой. И она чистая, самое что важно. К примеру, ставим мы здесь первый режим бас-буста, да, и басик начинает раскрываться, он начинает петь. Но тем самым этот басик, как ни странно, уничтожает середину. Хотя обычно мне казалось, что болячки у пати-боксов такой нет. Вообще я сейчас беру о пати-боксах, говорю. Мне казалось, что такой болячки нет, а на самом деле она есть. И вот только здесь на контрасте прослеживается. Если мы втыкаем на сотки первый режим бас-буста, то басик становится ярче, если вообще здесь бас-буст не включать, как, собственно говоря, и здесь. Но при этом бас не уничтожает середину. Более сбалансированное звучание у соточки, при том, что какой бы ты режим бас-буста здесь не врубил. Ну и по поводу так называемой громкости и мощности. Многие, как бы, разницы между этим не видят. Она 100% есть, поэтому мы с вами отдельно поговорим. Что касается громкости, никакой я разницы не увидел. Вот реально, вообще никакой. То есть громкость, она одинаковая. Что касается мощности, да, я тоже никакой разницы не увидел. Да, стилек другой, и может быть из-за этого покажется, что типа там 110 мощнее. Но я бы так не сказал. Друзья мои, вернулись мы в съемочный павильон. Сейчас здесь начнем с ваших треков. Наконец-таки мы до них добираемся. Первым сегодня в ролик залетает Михаил Канцев. Здесь прям четко небольшая подборка року. Он прям так и пишет. И, к слову, кстати, я вернулся аж на 15 декабря 2020 года. То есть больше, чем на год назад. Здесь я выберу композицию «Луны. Сделай громче». Следующий трек от вас. От 19 декабря 2020 года. От Артема Александровича. Он пишет. Романыч, включи эти треки. Не пожалеешь. Может быть, что-то зайдет. Значит, я выбираю композицию Шамиля Кашешева. «Потому что я влюблен». Перемещаемся на 20 декабря 2020 года. Прошу заметить. Карина Блинова, моя верная подписчица. Огромный тебе привет, Карин. Что-то я так, кстати, странно показал. Короче, привет тебе. Значит, здесь порция рока. Очень много Вилд Уэйса. И это хорошо. И я конкретно выбрал четвертую композицию из этого списка. «Эверест». Двигаемся дальше. Алексей Виссарионов. 21 декабря 2020 года. Самый первый трек, я его беру. Маркер. «Аладдин». Ну и крайний трек на сегодня от вас. От Евгения Никанорова. Он прям так и пишет. «Держи, Катюша, свобода, все в порядке». Друзья мои, сначала важный момент. Все, что сейчас, в данный момент вы услышали, это было от сети. То есть напрямую они подключены. Вот даже, кстати, где-то здесь и пруфы есть, но вам не покажу, потому что, блядь, у нас здесь целая система. То есть здесь, сейчас, в данный момент, обе колонки выдали, ну, типа по 160 ватт. 18 квадратов. Вот эта вот комната, мой съемочный павильон, раскачалась конкретно. Слушайте, у меня замылился взгляд, благодаря там 310-ке, благодаря 1000. И я, типа, уже, как бы, на эти колонки особой ставки, чтобы вы сразу поняли, по раскачке, что, типа, можно какое-то мероприятие конкретно так подзадорить, у меня уже не было. Но сейчас, уже освежив памяти, как звучит соточка и как звучит 110-ка, хотя я ее совсем недавно тестил, но вот в этих условиях еще не было теста, я вам хочу сказать, что спокойно. Теперь самое интересное, это то, как обстоит дело со звуком, именно с качеством звучания. Я вам хочу сказать, что не изменилось мое мнение с улицы, с дачи 100, 100, 100, блядь, я решил ее просто называть 100. Соточка реально решает. Вот-вот-вот, просто что хотите со мной делайте, я хочу сказать всем владельцам сотки, вообще не заморачивайте. Успокойтесь, не надо никуда тратить деньги, особенно если вы ее купили за тысяч там 15, 16, 17. Это идеальная покупка, на ближайшее время вам просто с лихвой хватит и придется единственное смириться вот с этой подсветкой. Но с другой стороны, вот сейчас в темноте посмотрел, да и не так все печально на самом деле. Пойдет. Что касается 110-ки, здесь... Нет, здесь, конечно же, жирный, сабвуферный, клубный басец. Здесь не поспоришь, понятно, что по басу, скорее всего, вам больше понравится... Вот сюда правильно показывай, да, вам больше понравится 110-ка, нежели сотка. Потому что вот здесь вот присутствует вот эта вот качевость. Возможно, для вечеринок пойдет по кате. Но если мы с вами говорим о качестве, о высоких, о средних, здесь я бы проголосовал 100% за соточку. Ну, гораздо приятнее для ушей. Особенно по части вокала. Ну, вот просто реально небо и земля. Да и бас, скажем так, что, опять же, кардинально отличаются. Где-то некоторые композиции есть, где вот этот вот сабвуферный бас, опять же, как я говорил и на даче, мне не вкатывает. То есть, получается, где-то процентов 80 композиций, которые вы поставите на сотки, вам бас здесь 100% зайдет. Где-то 20, вы скажете, блин, можно было чуть-чуть дожать. Здесь же на 110-ке, скорее всего, конечно, любителям трэпа, вот что-нибудь такого низового, конечно, все залетит. А на всех остальных композиций, даже попсовых, процентов где-то 60 по басику будет заходить. А где-то вы будете говорить, ну, нихера себе, что за бочка? Нахер она такая нужна? И вот отсюда мой и главный вопрос. Джибель, вы огромные молодцы. Что вы сделали со своим новым пати-воксом? Я вообще не понял. Вы нахера настолько пережали звук? Ты пытаешься играться, ты нажимаешь на клавишу бас-буст. Второй раз ты думаешь, может быть здесь что-то спасет, становится только хуже. Ты убираешь эту кнопку и вообще не горит бас-буст. И ты понимаешь, что, ну это вообще тухляк, за что я отдал 30 тысяч рублей. Мне надо срочно воткнуть бас-буст. И ты опять сталкиваешься со всеми вышеперечисленными проблемами. Здесь же на первом режиме бас-буста играет как конфета. Вот такой вот вердикт. И многие, кто мне писал в комментариях, что типа, ой, Романыч всегда топит за что-нибудь свежее. Типа, вот это Капитан Очевидность. Адмирал Ясин хуй. Ну типа, да, здесь все изменилось, гораздо круче, идите покупайте. Нихера подобного. Поймите, 110-ка играет хорошо. Но когда прошло столько лет, когда она настолько сильно подорожала, в два раза от вот этой первоначальной цены, когда она стоила 15 тысяч рублей, здесь возникают огромные вопросы. И вот этой вот подсветкой, которая реально охеренная, которая мне дико нравится, вы просто так не отделаетесь. Я вам так могу сказать, Джима. На этом сегодня и все. Пишите ваше мнение в комментариях. Я особенно жду владельцев, вот, 110-ки, напишите, может быть, у кого была сотка, кто-то сравнивал там, впрямую, в лоб, в магазине. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, потому что люди тоже будут ждать ваших ответов. Ну и подписывайтесь на канал, лепите лайчину за честное сравнение, потому что мне никто ничего не присылал. Мне было бы, конечно, выгоднее за нее топить, потому что перейдите по ссылке в описании и купите. Но хер там плавал. Все, давайте, красавцы. Пока. И, кстати, треки скидывайте по ссылкам в описании. Бас специальная тема, обычные композиции. Так что ныряйте. Нам ваше нужно подкрепление.